Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Работа в Самарском речном порту не останавливается ни на минуту. Речной песок, соль, металлический лом. За год объемы проходящих через порт грузов составляют миллионы тонн. Ежегодно в порт прибывают десятки судов. С работой предприятия познакомился глава администрации Самары Олег Фурсов. В Самарском речном порту работа не останавливается ни на минуту. Большие краны выгружают песок со дна Волги ежедневно. Один такой кран может поднять от 5 до 20 тонн. Здесь же идет погрузка металлолома. За всеми передвижениями судов специалисты следят из специальной диспетчерской. На большом экране показано, сколько погрузок и выгрузок совершено, с какой скоростью передвигаются корабли. С работой предприятия познакомился глава администрации Самары Олег Фурсов. После экскурсии он пообщался с коллективом и ответил на все интересующие вопросы. У нас не работает баня, это уже, наверное, лет 5. Хотя у нее свой потенциал – это цаекотельная. Просто большая просьба обратиться на это не моей. Должны были провести экспертизу. Если она в хорошем состоянии, мы просто поймем, почему она не работает. Вдруг там обанкротился хозяин, она в залоге или еще что-то. Разберемся. Зашла речь и о реформе местного самоуправления. Глава администрации рассказал, теперь у районных администраций будет свой бюджет и больше полномочий. Это позволит решать проблемы конкретной территории быстрее. Также в помощь людям будут работать районные советы. Кто войдет в их состав, самарцы определят сами уже в сентябре. Создавая районные советы, мы очень хотим, чтобы в них попали люди, представляющие промышленные предприятия, в частности, вот ваше предприятие, бюджетную сферу, общественные организации. То есть простых людей, которые живут в тех же самых дворах, ездят тем же транспортом общественным. Мы исходим из того, что люди вот этой категории, пришедшие во власть, будут очень справедливо распределять бюджеты на интересы района. В Самаре нужно менять стандарты труда, подчеркнул Олег Фурсов. Сейчас городские власти уделяют особое внимание благоустройству территории. Закупаются новые автобусы, новая спецтехника для уборки улиц, продолжается ремонт дорог. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Тем временем в Самаре продолжается строительство стадиона к Чемпионату мира по футболу. На стройплощадке уже можно рассмотреть очертания будущей космос-арены. Самарский стадион – самый большой из возводимых к Чемпионату мира в России. Все стройматериалы отечественного производства. Строители уже заливают колонны второго и третьего этажей. Монтируют балки трибуны, шахты лифтов. Из 110 тысяч кубометров бетона в фундаментную плиту залито 73. Мы выполняем работу строго по графику, местами с опережением. Вертикальные конструкции мы уже ведем на всех секторах стадиона. В основном у нас лидер – сектор А. Там уже у нас возведены вертикальные конструкции колонны и перекрытие первого и второго этажа. И, как видите, балки трибун. Забота о местных водоемах – ни словом, а делом. В Самаре идут масштабные работы по восстановлению городских озер и прудов. С двух водоемов Куйбышевского района планируют вывести почти тысячу тонн твердых бытовых отходов. Половина работы уже сделана. Приведут в порядок и береговую зону. Подробности в нашем сюжете. Безмятежная водная гладь скрывает под собой несметные сокровища. Диваны, стулья, холодильники и кучи мелкого мусора. Рабочие при расчистке пруда «Болгарка» постоянно находят на дне подобные клады. Местные жители годами использовали водоем не по прямому назначению, как хранилище крупногабаритных отходов. Даже когда мы здесь находимся, они несут мусор и выбрасывают в озеро. Для них это не проблема. Выбросить мусор в это озеро, которое находится рядом с ними. Казалось бы, кому, как не местным жителям, следить за озером. Но, тем не менее, происходит обратное. Рабочие подрядные организации приводят водоем в порядок по всем статьям. И дно очищают и побережье. Сначала избавили берег от травы и высохших кустарников. Впереди работа посложнее. Масштабная чистка дна. Еще один водоем в Куйбышевском районе – озеро Банное. Тоже скоро вздохнет с облегчением. Пластиковые бутылки, фантики и полиэтиленовые пакеты, душившие озеро, отправляются на свалку. Сейчас рабочие собирают бытовой мусор с окраин озера. Заходить глубже, пока не решаются. Потому что болото тянет вниз, а лодку не можем загнать, потому что у нее глубокое болото. У нас есть специализмные рукава, которые с краном будем убирать, потому что зайти туда невозможно. Будем собирать сверху мусор. Когда с мусором будет покончено, начнется берегоукрепление. Аварийные деревья уже спилили. Сюда привезут глину и грунт, чтобы берег не обваливался и выглядел аккуратно. Озера приводят в порядок в рамках городской программы по восстановлению водоемов Самары. В этом году на эту работу из городского бюджета выделили более 7 миллионов рублей. По поручению главы администрации города в план работ дополнительно включили водоемы, которые находятся на въездах в Самару. Где больше антропогенная нагрузка на водоемы приходится, где больше загрязнений этих озер, в основном бытовыми отходами, вот такие озера чистятся в первую очередь. Сотрудники администрации убедительно просят самарцев бережно, с любовью и заботой относиться к окружающей природе и, в частности, к водоемам. Для этого возле каждого восстановленного водоема установят щит с напоминанием «Берегите водоемы». В Самаре продолжаются встречи представителей общественных советов с самарцами в рамках проекта «На связи с губернатором». На них жители могут не только задать интересующие вопросы по благоустройству своего района, но и тут же получить рекомендации для решения проблемы. На одной из таких встреч в микрорайоне Струковский побывала наша съемочная группа. Старый дворик по улице Фрунзе, 146. За припаркованными машинами детскую площадку и не сразу-то заметишь. Все, что отделяет отдыхающих от автомобилей – старые покореженные трубы. Их установили еще 15 лет назад члены совета этого дома, чтобы хоть как-то отгородить площадку. Среди них была и Галина Александровна Шахова. На этот раз она пришла на общественные слушания, чтобы отстоять безопасность жильцов своего дома. Машины въезжают, развернуться негде, дети бегают с площадки, с ней огорожены. Нужно есть, естественно, недавно был такой случай, что чуть машина, которая случайно приехала, не наехала ребенка. И мы очень волнулись по этому поводу. Обезопасить детей и взрослых довольно просто. Нужно поставить новое ограждение. С подобными просьбами жителей местный общественный совет сталкивается часто. Общими силами проблема решается. Буквально на прошлой неделе, благодаря тому, наверное, что жители проявили свою активность и общественный совет подключился, были установлены ограждения по адресу Галуптенской, 189. Там у них замечательная детская площадка, но она не огорожена, и дети выбегают на улицу. На контроле у общественников также вопросы озеленения, капремонта, спил аварийных деревьев, нехватки парковочных мест. Люди, готовые преображать свой микрорайон, будут и дальше отстаивать интересы жителей. Теперь в районных советах депутатов. Возможностей оперативно решать проблемы станет больше. Своих избранников от района Самарцы определяют 13 сентября. Валерия Макарова, Павел Пресняков, События. Благоустройство территории, ремонт внутриквартальных дорог – вопросы, которые, по мнению жителей микрорайона имени Санфировой, требуют немедленного решения. В рамках проекта на связи с губернатором активисты встретились с представителями общественного совета, чтобы обсудить сделанные и определить план дальнейшего благоустройства района. На встречу общественников с горожанами отправилась и наша съемочная группа. Двор на революционной 145 большой. Детям есть где побегать. А вот пенсионеры недовольны. Им совсем негде присесть. Одна лавочка на несколько подъездов. Зато над головой в изобилии сухие ветки, которые давно пора спиливать. Впрочем, жителей волнует судьба не только своего двора. Мне бы хотелось обратить внимание на нашу аллею по революционной. От Гагарина до аэродромной. Очень много деревьев погибло. В этом году не поливают совершенно молодые березки. Погибло больше 10 штук. Очень большое количество пустырей, где нужно досадить деревья. Этот и другие текущие вопросы жителям микрорайона имени Санфировой поможет решить общественный совет. Работу советы по всему городу ведут с мая текущего года и служат своеобразными мостиками между властью и жителями Самары. За последние два дня я прошла всю свою территорию. Теперь округа, закрепленная за кандидатами и микрорайон, достаточно маленькие. Поэтому вполне возможно пройти территорию за два дня. Очень много старых деревьев, очень много опиловки необходимо, конечно, сделать. Внутриквартальные дороги не ремонтировались уже очень долгое время. Сегодня в железнодорожном районе работы еще много. Особое внимание обратят на ремонт дорог и благоустройство дворов. Вопросы, которые в первую очередь волнуют жителей, будут решать в текущем режиме. Определить людей, ответственных за благосостояние конкретных территорий, горожанам предстоит 13 сентября на выборах в районные советы депутатов. Павел Баймаков, Валерия Макарова, Павел Пресняков. События. В сентябре в городе установят памятник женщине-матери. Сейчас в мастерской Куклевых вовсю ведется работа над его созданием. Скульптура из глины уже почти готова, скоро начнут отливать бронзовую. В мастерскую наведался наш корреспондент. Фигура уже была готова, но в последний момент, признают у скульптора, показалось, что такой поворот ладони выглядит неестественно. Пришлось переделывать. Мастера говорят, они только орудия. Скульптура материализуется сама, такой, как ей нужно. И здесь важна каждая деталь. Мелочей нет. Женщина получила скорбную весть о смерти сына, но она не сломлена. Во всей фигуре стремление вперед, как некая надежда на будущее. В чертах лица страдания, но и уверенность. Она сможет жить дальше. И даже рука, прикрывающая рот, не случайна. А именно этот жест, это глаза-то видит, она не закрывает глаза. Она продолжает смотреть в лицо опасности. В общем-то, в этом. Она закрывает просто эмоции, чтобы не сказать ничего, чтобы не закричать. За спиной у женщины крылья, которые словно приобнимают ее. Некая защита, присутствие духа, который даже в такую страшную минуту не теряется и помогает все пережить. Это собирательный образ всех городских женщин военного времени, которые, в отличие от сельчанок, не были готовы к тяжелому труду. Для Кристины Цибер эта работа связана с личными переживаниями. Ее бабушка, родословная дворянка, стала героем труда. Она не была готова к этому ни физически, ни морально. То есть она была абсолютно воспитана в других условиях. Родилась она, в общем, до революции. Была вместе с мамой, которая была совсем рафинированная такая барышня, выкинута на улицу. Ну, собственно, тяжелая судьба. Внешне, кстати, абсолютно не похожа на мою бабушку. Скульптура будет стоять в сквере Родина. Мастера говорят, место очень хорошее и подходящее. Мы делаем не скульптуру, которая должна своим авторитетом давить на граждан, которые к нему подходят. Это не великие вожди, а это женщина, которая должна быть близка к восприятию, к пониманию, поэтому она не должна быть большой очень. Процесс работы над памятником оценил председатель Гордумы Александр Фетисов и руководитель Департамента культуры Татьяна Шестопалова. Замечания, которые возникали на стадии эскиза, грубоватые черты, тяжесть фигуры исчезли. Действительно, женщина-мать, она получается женщиной очень красивой, которой являются все поколения женщин наших самарских, куйбышевских, волжских. Идея установить памятник в Самаре принадлежит спикеру Гордумы Александру Фетисову. Из нескольких предложенных вариантов самарцы путем народного голосования выбрали именно этот. Памятник женщине-матери будет установлен в сентябре на день города. Марина Матвеевична, Павел Пресняков, События. В Самаре в полную силу заработала первая больница для пожилых пациентов. Больным здесь оказывают плановую и экстренную помощь. Врачи гириатрической больницы ставят перед собой цель повысить продолжительность жизни самарцев. Уровень медицинских услуг оценила и наша съемочная группа. Да, они придут. Посмотрим, вот это будет у нас. Надежда Вызброва быстро идет на поправку. Страшные головные боли отступили. Стрелка тонометра не поднимается выше нормы. В гириатрическую больницу женщину привезли на скорой, когда давление зашкаливало. Диагноз – гипертонический криз. Сделали кардиограмму, узи сосудов, поставили холтер. А главное – окружили заботой. Врачи очень внимательные, и младший обслуживающий персонал очень хороший. То есть больница всегда находится в хорошем состоянии, очень чистенько. Все хорошо, все очень приятные люди, все очень приятно ухаживают за нами, внимательные все. В Самаре это первая и пока единственная гириатрическая больница. Профиль клиники – пожилые пациенты. Для них здесь созданы все условия. Французский рентгеновский аппарат сам подстраивается под пациента. В туалетах специальные поручни и широкие проемы. Казалось бы, мелочи, но, например, для колясочников жизненно необходимые. Здесь пациент находится не только 30 дней, он находится здесь и 60 дней, и 90 дней бывает по направлению служб. До того момента, как он направляется в пансионат на такое дальнейшее лечение. То есть какой-то переход существует. Не просто его бросают потом из больницы, вот опять к себе домой в те же самые условия. Больница сотрудничает с медуниверситетом. Патентуются новые методики. Доктора наук еженедельно консультируют всех желающих по вопросам здоровья. На базе больницы работает школа активного долголетия. Только за первые месяцы работы здесь вылечили около 2,5 тысяч пациентов. Всего же в губернии более 800 тысяч пожилых людей. Врачи гириатрической больницы мечтают о дополнительном корпусе. Под него уже выделено 5 тысяч квадратных метров земли в рамках программы развития территории в границах улиц Комсомольской, Фрунзе и акватории рек Волги и Самары к 2018 году. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События. Ярмарочный сезон начинается в Самаре. Кроме главной торговой арены, которая развернется на площади Куйбышева, купить деревенское молоко, свежее мясо, рыбу, фрукты можно будет почти во всех районах города. На пересечении улицы Владимирская и Коммунистическая уже установили палатки, оформленные в одном стиле. Вскоре здесь появится всеми любимая сельскохозяйственная продукция от местных производителей. Адреса, по которым будут располагаться торговые ряды, вы можете увидеть на своих экранах. 19 августа всех жителей города приглашают на праздник «Яблочный спас». В старину славяне отмечали этот день с песнями в поле. Самар 21 века встретит «Яблочный спас» народными гуляньями. Что организаторы подготовили для гостей праздника и где можно будет отведать яблочных пирогов, узнавала Валерия Макарова. В народном календаре «Яблочный спас» – один из первых праздников урожая. Согласно поверьям, с этого дня природа разворачивается к осени, ночи становится холоднее. Традиционный русский праздник уже второй год отмечают в Самаре. Этот год несколько иной. Почему? Потому что в этом году к празднованию присоединяется очень большое количество национально-культурных организаций, тех народов, которые традиционно исповедуют христианство. И вот, скажем, у нас в городе будет проводиться на восьми площадках этот праздник. На трех площадках концертную программу представляют вот эти организации. Праздничные мероприятия и литургии пройдут в храмах восьми районов города – промышленном, ленинском, октябрьском, советском, кировском, красноглинском и железнодорожном. Центральная площадка праздника – собор Кирилла и Мефодия на Барбошиной поляне. Уже по традиции, кроме концертной программы, гостей ждут яблочные пироги. Ну вот представьте, что на основной площадке, в Кирилла и Мефодия, пирог был 10 метров. 10 метров был пирог. В этом году мы тоже постараемся. Наши дачники, они просто ждут этого праздника, уже собирают яблоки и будут участвовать, раздавать пироги и раздавать эти яблоки в храмы. Порядка трех тонн яблок осветили в храмах в прошлом году. Обещают, что и в этом урожай не подкачает. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, События. Любовь к городу в фотографиях. 20 августа в Музее Модерна состоится инстаграм-выставка. Экспонаты – порядка 300 снимков, сделанных восторженными жителями жемчужины Поволжье. Необычные ракурсы, дерзкие решения и смелые взгляды на самарские будни. Работы будут представлены в рубриках «Вдохновение», «Город-курорт», «Старая Самара», «Самара в лицах». Гостей выставки ждет сюрприз – выступление лучших самарских диджеев. На этом наш выпуск завершен. Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего вам доброго и хороших выходных! Заслуженный отдых – это кара государства за достойную трудовую жизнь. И можно предположить, что 7%, на которые правительство России планирует повысить пенсии в следующем году, жизнь пенсионеров не улучшат. Тем более, что это повышение – лишь компромиссный вариант между предложением Минфина в размере 5,5% и расчетами вице-премьера Ольги Голодец в размере 11,9%. Правда, как говорят источники в правительстве, окончательного решения по индексации еще нет. Возможны другие варианты, и нужно дождаться публикации обновленного макропрогноза, который к сентябрю должно подготовить Минэкономразвитие. Кстати, ранее, в этом же году, правительство отказалось от индексации зарплат бюджетникам. В апреле были повышены только пенсии и социальные выплаты. Чуть не остались без накоплений. Аккаунты участников программы Аэрофлота Бонус подверглись хакерской атаке. Злоумышленники пытались украсть у клиентов авиакомпании бонусные мили. К счастью, Аэрофлот временно заблокировал у ряда пользователей мили на списание. Начало атак пришлось на выходной день, сообщают представители Аэрофлота. Выяснилось, что получить доступ к аккаунтам клиентов хакеры могли через почтовые ящики. В связи с этим Аэрофлот рекомендовал пользователям устанавливать разные логины и пароли на почту и личный кабинет в программе Аэрофлот Бонус. Греция по-прежнему фаворит у российских туристов. Согласно статистике Центра бронирования ТБС, число заявок на туры в Грецию в августе продолжает расти, в то время как другие европейские направления демонстрируют значительный спад. Так, спрос на Италию упал на 45%. На 30% уменьшилось в августе количество желающих отправиться в Черногорию. Продажи туров в Испанию ужались на 24%. Наименее активно бронируются туры в Болгарию. По сравнению с началом июля заявок туда стало меньше на 52%. На общем фоне Греция имеет стабильный спрос. Число броней в августе не только не уменьшилось, но даже выросло на 2,5%. По данным ТБС, в летнем сезоне 2015 года Греция вошла в тройку самых популярных у россиян стран для летнего отдыха, опередив в два раза Испанию и в три раза Болгарию. При этом Россия практически догнала Грецию по объемам проданных туров. Две первые позиции в рейтинге традиционно удерживают Турция и Египет. А на сегодня это все. Хороших выходных. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. В понедельник Мордовия сыграет в Самаре футбол Суфой в чемпионате Премьер-лиги. Красноярец – двухкратный чемпион мира по плаванию. Тольяттинские их смены привезли с первенства России 9 медалей. В Санкт-Петербурге завершилось первенство России по парусному спорту. За наградами гонялись более 200 их сменов из разных акваторий страны. Тольяттинские спортсмены завоевали 9 медалей. В классе «Оптимист» Дмитрий Лаздин закончил регату чемпионом страны. Серебро у Алены Суховой и Вячеслава Рожкова. В классе «Накро-17» Олеся Жукова и Максим Судачков финишировали вторыми. А Юрий Артемьев и Кристина Сулима показали третий результат. В классе «Кадет» бронзовые медали у Ильи Лаздина и Никиты Елясина. Продолжает удивлять спортивный мир 80-летний ветеран из Красного Яра. Станислав Визовский выиграл вторую золотую медаль в Казани на чемпионате мира по плаванию среди ветеранов. 50 метров «Самарец» преодолел за 54 секунды и второе место у американца Джека Флеминга. Янке проиграл россиянину всего лишь полсекунды. Пятый тур Премьер-лиги «Саранская Мордовия» и футболисты Уфы сыграют на «Металлурге». В понедельник, 17 августа, в 8 вечера. Соперники крыльев Советов командированы в Самару не случайно. Родной стадион «Старт» клуба «Мордовия» российский футбольный союз забраковал. Качество газона не соответствует стандартам лиги. Поэтому, скорее всего, «Мордовия» и второй ближайший домашний матч проведет в столице 63-го региона. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА